Мака какая-то, ни для лишнего ей ничего нет. Я говорю, не смей даже близко ходить. Не хочу работать, там вот бегала, корову имела, где ценела, вкуса имела. Как я жива, осталась? Песни помогали. А песни звали все на свадьбу из-за песни. Не пью. Будьте здоровы, начинайте. Начинаю, закричу я в полную хату, а они тоже клятают за мною. Все, честно, знала, и все на свете знала. Ой, зори мои, зори, пламена горят. А мне, где вертухой нам урт, что, ой, тадавая. А мне, где вертухой нам урт, что, ой, тадавая. Песня. Песня. ПЕСНЯ Ну, вот такой многострадальный фильм, ему не везет. Его один раз показали по телевидению, а потом он пропал. И нет его в природе. Он остался только у меня, вот черновая запись, моя личная. А в телевидении нет этого фильма, пропал. Вот и здесь он никак не мог пойти. Вот такая история. Значит, меня просили рассказать вам, как я снимал этот фильм. Да, очень конкретно. Конкретно. Значит, конкретно у меня был адрес, который выдал мне автор. Кроме адреса, ничего он мне не скатал. Но за адрес я ему благодарен. И я считаю, что заслуга автора, вообще говоря, главное, это найти адрес. Найти материал. Найти тему. Найти объект. Больше мне, как режиссеру, от автора, ничего не нужно. Значит, нашлись, поехали в эту Белгородскую область, приехали в село, стали разговаривать с людьми. Встретили нас не то, что настороженно, а недоуменно. Никто никогда не был в этой деревне, в этой захудалой деревне. Никто никогда не снимал. Никто никогда и, так сказать, не воспевал ничего. И вдруг, на тебе, из Москвы. Они не знали, кто-то Кобеляев. Ну, во всяком случае, приехал человек с группой и сказал, что хочет снимать. Я поговорил с каждым в отдельности. И сделал свой первичный отбор. То есть, я нашел тех людей, с которыми мне было бы интересно поговорить. Не только попеть, но поговорить. И отобрал несколько песен, которые мне показались наиболее интересны для будущего фильма. На это ушел у меня один съемочный день. Кита говорился, что в одной хате, в один прекрасный час мы к вам приедем, вы ничего не готовьте, ничего не делайте. Мы приедем, вы попоете, мы снимем и уедем. Не волнуйтесь, бабушки. Значит, у меня один оператор. И весь фильм снят одной картой. Несмотря на то, что он снят как бы с разных дочек. Вам покажется. В действительности, перемещения происходили во время съемок по моей команде. Вот куда я перейду, туда и оператор перейдет. разговаривать эти старушки могли только со мной. Вот с другими людьми они не разговаривали. Они отвечали односложно, огня не было, интереса не было, рассказа не было. Значит, существовал на телевидении такой, раньше говорили, что не может быть, у Беляева люди разговаривают. У нас у всех читают или на вопросы отвечают, а разговаривают только у Беляева. он либо спаивает, либо он гипнотизер. Другого, предположить, на телевидении не могли. Значит, я не спаиваю. У меня все герои трезвые. И я не гипнотизер. Вот во всяком случае, поступить, загипнотизировать вас, что вы сейчас все заснули и не смогли. И не гипнотизер. Но у меня есть свои тайные способы. Я их вам уже не скажу, потому что они тайные и потому что на них время надо потратить. Короче говоря, предпосновления некие. Когда я, походя к человеку, располагаю ее, и он, для него наплевать камера, наплевать свет, наплевать микрофон, он видит только мои глаза и чувствует, что этому человеку я должен довериться. Вы знаете, это, ну, опять я сегодня много церковного говорю. Понимаете, у меня люди исповедуются. Почему? Сказать сложно. Вероятно, потому что я начинаю рассказ, начинаю спрашивать человека, ему, исповедовавшись, сначала я. Я сначала ему расскажу о себе. о том, что я женат трижды, о том, что у меня четверо детей, о том, что у меня были любовницы-блондинки и брюнетки, о том, что учился я. Короче говоря, я расскажу о себе всю правду. И вот, когда я расскажу ему о себе, ему хочется рассказать о себе. И весь секрет оказывается, если ты человеку с открытой душой, и он тебе душу откроет, нельзя открыть душу поздно. Нельзя. Это нонсенс. Не потому, что это происходит в студии. В студии вообще души не открываются. Место, где с людьми по душам разговаривать нельзя. в студиях или телевидениях. Надо дома разговаривать, надо разговаривать в других местах, где есть возможность человеку открыться и послушать другого человека. Найти этот самый контакт. Короче говоря, тем людям, которые сегодня занимаются интегрированием, они не знают про то, что такое. Хороший журналист, мамон. Хороший журналист. Но никто никогда не будет с ним искренним и откровенным. Понимаете? Этого он добиться не может, потому что сам он неискренный и неоткровенный и закрытый человек. первое и главное правило, если ты хочешь, что человек открылся в тебе, ты откроешь в себе. Только открытой душе душа превратится. Больше ничего сказать не могу. Хочу сказать, что народ в силу того, что почувствовал меня своим, близким, откровенным, он стал разговаривать и его остановить нельзя. нельзя. Вот единственное, что они хотели, потом еще выиграть, закусить, это уже время на это не было. Фильм снимался один фильм. То есть по скорости я уложился в сегодняшний формат. А говорили они от себя, от души, не песни пели, потому что почувствовали ко мне какую-то душевную симпатию. А почему они ее почувствовали? Потому что я почувствовал эту мягушаренную симпатию. В следующем фильме я рассказываю о старухе одной. Так вот для меня эти люди, эти люди не Сахар даже не Солженицын, а эти люди спасут родителей. Понимаете, это мое убеждение. Поэтому вот с этим чувством, с этой любовью, на любовь отвечают любовь. Вот так я кадрил всех девушек, так же я кадрил всех своих героев. Ясно? Вопрос? Есть. вопрос? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...